И, скажем так, вопрос этот содержится в той проповеди, в том слове, которое я вам проповедую. Вопрос следующий. Будешь ли ты это воплощать в своей личной жизни? На сегодня это у нас один самый важный вопрос, и этот вопрос сегодня я задаю вам. Понимаете, и вы своей жизнью на этот вопрос дайте ответ. Итак, Марк и четвертая глава у нас с вами. Наверное, это 18-19 у нас с вами. 18-19. Третье, как семена, посеянные среди терновника. Они слышат слово, но повседневные заботы, любовь к богатству и другие желания заглушают слово, делая его бесплодным. Здесь, в этом третьем препятствии, мы видим с вами, как какие-то разные вещи вползают. И проблема заключается в том, что сорняки, тернии и всякая ерунда всегда растет быстрее, чем какое-то посаженное культурное растение. То есть, слово, семя, не успевает прорасти и набрать силу, и все эти сорняки начинают его душить. И посему это семя не может принести свой рот. И посему очень важно нам, имея дело с нашим собственным сердцем, увидеть, какие сорняки пытаются упасть и прорасти. И нам очень важно с ними иметь дело вовремя. И здесь говорится о заботах, об обольщении богатством, дословный перевод с английского, о желании чем-то обзавестись. И если вы посмотрите в Луке 8 главе, истолкование этой притчи, вы увидите там такое выражение в Луке 8 главе, и удовольствие жизни. Это такие штуки, которые пролазят в сердце. Пробираются в него, если мы не хотим или не способны сохранить свое сердце и оберегать его. Притчи 4.23. Писание говорит нам, охраняй свое сердце, охраняй как охранник свое сердце, со всяким прилежанием, или больше всего ценного и хранимого. Потому что в конечном счете, вся твоя жизнь вытечет оттуда. И на самом деле это такое замечательное местописание, которое так хорошо подходит к этой притче из Марка 4 главы. Потому что есть разные вещи, которые хотят вторгнуться, потихоньку пробраться. Нам важно охранять наше собственное сердце и удостовериться, что у них не будет такой возможности. Помните, мы говорили с вами о том месте Писания, например, об Анании? Ему был задан такой удивительный вопрос. Зачем ты позволил дьяволу наполнить твое сердце? Обратите внимание, в этот момент Петр не упрекает дьявола, который наполнил его сердце. Он упрекает Ананию. Поэтому вопрос фактически звучит так. Зачем ты дал такую возможность дьяволу? Другими словами, Анания нес ответственность за свое сердце. И поэтому этот человек пережил очень серьезное наказание. Иисус говорит, Он говорит, пожалуйста, не забивай свою голову мыслями, что мне пить, что мне есть, во что мне одеться, где мне жить. Потому что мы не хотим, чтобы все эти вещи нами завладели. Согласитесь. Иисус говорит, что когда Он вернется обратно, для многих людей это будет как вор ночью, то есть совершенно неожиданно. Неожиданно. Как вор ночью, это и это означает. Но для людей, которые бодрствуют, которые молятся и бодрствуют, которые ждут Его пришествия, это не будет все так неожиданно, что Он как вор придет ночью. И Он описывает эту атмосферу, которая будет царить в человеческом обществе, когда Он придет. Он говорит точно так же, как в одни Ноя. Люди будут продавать, и покупать, и жениться, и выходить замуж. И вдруг обрушился потоп. Хочу задать Вам вопрос. Что не так в том, чтобы жениться? Конечно, в этом нет ничего дурного. Что плохого в том, чтобы продавать и покупать? Ничего плохого. Но если это единственное, что обладает Вашим сердцем, если все Ваше сердце сосредоточено на таких вещах только, то есть на практических аспектах ежедневной жизни, Вы не сможете посреди всего этого в достаточной мере бодрствовать и ожидать Иисуса. Давайте откроем с Вами Евангелие от Луки, 21 главу. Надеюсь, я это быстро найду. Лука 21. И это 34 стих. Тридцать четвертый стих. Смотрите. Или интересно, в английском переводе это звучит так. Прислушивайтесь к себе. Внимайте сами себе, чтобы Ваши сердца не были отягощены разгулом, пьянством и житейскими заботами, и чтобы этот день не застиг Вас врасплох. 35-2? Да, да. Как западня, потому что он обрушится на всех людей, живущих по всей земле. 35-2? И 36-2. И 36 стих. Всегда. Это ответ на эту опасность. Всегда бодрствуйте и молитесь, чтобы Вам оказаться в силах избежать всех этих бедствий и предстать перед Сыном Человеческим. Как нам с Вами избежать или уберечь себя от того, чтобы все эти на самом деле важные человеческие аспекты нашей ежедневной практической жизни, они не завладели нами полностью. Писание говорит, бодрствуйте и молитесь. Оставайся живым в Духе. Наблюдай, смотри за своей духовной жизнью сам. И потом, с открытыми глазами, смотри вокруг, что происходит. Интересно, что Иисус нас призывает, чтобы мы видели знамения времен. То есть признаки, что какое-то время или какой-то сезон приходит, чтобы мы видели, что время Его прихода приближается. Но если наше сердце оно захвачено, оно пожрано, оно потрясено бесконечными житейскими человеческими вещами, мы начнем терять в нашей жизни желание по Богу. мы начнем терять в нашей жизни это дерзновение сражаться за Царство Божие и ожидать Его пришествия. Сердце, которое потрясено и захвачено переживаниями, которые свойственны этому миру, не может восстать, поднять свои глаза и ждать пришествия Иисуса. Человек начинает терять чувство вечности. Человек начинает терять свою жажду по Богу. Человек перестает вообще Божьего хотеть. Человек начинает молиться какими-то короткими, совершенно формальными, но по-русски сказать ни о чем молитвами. Господи, благослови меня и всю мою семью и все. Спасибо, времени нет, я пошел. Просто благослови меня. Это не та молитва. Молитва – это когда мы даем свое сердце. огонь горит на жертвеннике нашего сердца все равно. Мы его храним, мы за ним следим. Писание, например, говорит, что существуют желания, которые способны нас убивать. именно поэтому совершенно необходимо, чтобы ты эти желания во-первых, убивал, как на войне. Логика войны очень проста. Или ты убьешь врага, или враг убьет тебя. Одно из двух. Это очень просто. Именно поэтому Библия, она призывает нас убивать внутри себя неправильные желания. На самом деле, когда человек заглядывает в сердце и находит там какие-то вот такие неправильные желания, которые способны причинить урон. Это еще не вся трагедия. Самая важная вещь это ответить на вопрос, что я с этими желаниями буду делать. Как недавно ты разговариваешь с 15-летней девочкой, которая говорит, у нас у всех в классе есть подружки или друзья, имеется в виду, с которыми все начали встречаться и развивать какие-то отношения. Я тоже хочу себе мальчика. Друзья мои, я не стану ее винить за то, что у нее возникает такое желание. вопрос вовсе не в том, что это желание есть, вопрос в том, что мы будем делать с подобными желаниями. Одно дело себя оправдывать и сказать, это в Богом вложенные желания, это Богом вложенные стремления, посему я пойду и заведу себе мальчика в 15 лет. Или, например, человек, он смотрит на свои желания, которые у него есть, через глаза Духа и говорит, для меня сейчас, для 15-летнего человека, это неправильное, это не вовремя желание. Поэтому я начну корчевать в себе такие желания. Знаете, друзья, мы не просто призваны в себе подавлять желания, мы призваны их убивать. Колоссянам 3 глава есть разные вещи, которые восстают с земли, они восстают как всякие нечестивые желания и нечистота. Павел говорит, убей это. Он не говорит, поиграйся с этим чуть-чуть. Он не говорит, ну ладно, раз есть, приглашай уже в дом. И не говорит, но ты дождись, пока они полную силу наберут, тогда проверишь свою духовную мощь. Павел говорит, Тимофею, он говорит, бегай от блуда, бегай от блуда, бегай от него. Он не говорит, поддерживай в себе эти желания, оккультивируй в себе эти желания, корми их, и потом проверь, сколько ты сможешь им сопротивляться. Знаете, многие люди очень странно об этом думают. Это такие приятные желания, это такие желания, которые вызывают у тебя такие чувства. да, это такие желания, которые волнуют тебя изнутри. Писание говорит, как только у тебя появляются такие желания, их надо мочить на корню сразу. Их надо убивать просто. И как вы думаете, возможно их убивать? Конечно возможно. Если бы их невозможно было убить, то с чего бы Павел нам говорил их убивать? У меня нет времени посвятить этой очень важной теме. Как мы способны убивать нечестивые желания внутри себя Духом? Это делается только Духом. Это делается только при помощи Святого Духа. И первое, что необходимо в том, чтобы искоренить такие желания, это научиться говорить нет тем приятным ощущениям, которые эти желания сопровождают. Если мы не научимся говорить нет, тогда мы приглашаем только возрастать и укрепляться в нашем сердце. Это так просто. Молчать в присутствии врага, молчать в присутствии нечестивых желаний означает давать им приглашение. Поэтому Павел говорит не давай никакого места дьяволу. Убивай это на корню. Например, Писание говорит, что мы должны убивать в себе жадность. Зависть. Немецкое слово, которое переведено вот так, очень интересно, потому что оно в точности передает смысл этого понятия. Оно состоит из двух слов. Иметь что-то и пристрастие. По-русски это будет сребролюбие как-то не очень, но это такая жадность, чтобы что-то иметь. Это страстное пристрастие все время что-то получать и этим завладеть. Ну, не знаю, понятно, объясняю, нет. Причем вот это вот состояние, да, оно распространяется на разные вещи. Но что в коммен для всех разных вещей это вы чувствуете что вы нужны. Вы не можете идти без этого. Но все, что объединяет, скажем так, объект, да, вот такой, вот, как это по-русски сказать, желание чем-то страстно завладеть, алчность, да, алчность, и это так, но у нас это только в отношении денег. А это такая штука, которая навязывает тебе, что если ты сейчас не завладеешь вот этим, или вот всем, или третьим, ты просто не выживешь. Стяжательство, но это не только по отношению к деньгам. В общем-то у всего и у этого есть одно общее понятие. Это нам настолько сильно нужно, что мы не можем без этого прожить. Это могут быть материальные ценности, тогда алчность, сребролюбие, это может быть страстное желание накопить деньги, быть богатым. Как я много раз вам уже говорил, многие христиане не верят, что это неправильное желание культивировать себе именно стремление к обогащению, сделаться богатым несметно. Но Писание очень ясно об этом говорит. люди, которые стремятся к обогащению, впадают в различные искушения. И вы, может быть, сидите и говорите, а что здесь такого? Хотеть разбогатеть, во-первых, потому что Бог нам запрещает иметь такое желание, а во-вторых, потому что это убьет твою духовную жизнь. Еще причины какие-то перечислить? Да, но нам кажется, это же нормально иметь такое желание быть прямо благословенным. Может быть, Бог хочет тебя благословить, но Я имею в виду в каких-то материальных ценностях. но Бог это делает с теми людьми, чье сердце вполне предано ему. Когда сердце человека направлено на Бога, как только человек начинает связывать чувство собственной защищенности и безопасности с деньгами, понимаете, что деньги его от всего избавят, это начнет убивать в человеке его духовную жизнь. Желание что-то иметь может быть направлено на разные вещи. Например, желание быть значимым, чтобы люди тебя хвалили и воздавали тебе честь. работают в церквях в церквях получить позицию чрезвычайности. Когда мы видим, например, это даже в церквях случается, люди, они, скажем так, постепенно работают над тем, чтобы занять какую-то позицию, которая, как им кажется, придаст им уважение в глазах людей. какая-то странная идея, которую они где-то подхватили по пути, что как только я получу статус служителя церкви, это будет означать позицию большего уважения и ценностей. Поэтому это люди, которые внутри, они притворяются, что они хотели бы служить людям, но движимы совершенно другим желанием. Например, такого рода ложь может вкрасться в сердце служителя поклонения, допустим. И когда человеку начинает хотеться, чтобы иметь вот этот всегда такой положительный отклик, когда на тебя обращают внимание, когда тобой восхищаются и в конечном счете в каком-то смысле тебе начинают поклоняться. И это очень опасное и жестокое злоупотребление, например, служением поклонения. Потому что все начинает упираться. Тогда не в Бога, а начинает упираться в людей. Понимаете? Тогда поклонение перестает быть направлено на одного, который только один поклонение достоин. Вы знаете, что такие желания могут попадать в сердца проповедников тоже. Когда целью служения, целью проповедования становится внутреннее желание сделаться известным в определенных кругах, чтобы люди тебя полюбили, чтобы к тебе стали относиться к кому-то великому. И многие люди, знаете, они уже попали в такие ловушки определенные. например, те из вас, которые проповедуют, как вы можете предотвратить такую опасность? Очень просто. Истину проповедуйте, и у вас будет в достаточной мере врагов и противников. Попробуйте угождать Богу в своих проповедях, и вы автоматически будете обижать некоторых людей. Поэтому тогда, так, чтобы сделаться у всех любимым и популярным, такая опасность вас уже подстерегать не будет. Внутреннее вот это стяжательство, чтобы ты всем нравился и все тебя любили, оно попадает в такую же категорию. Да, Писание нам говорит, мы все должны любить друг друга. Но это не тот стих Писания, который я возьму и буду использовать по направлению к тебе. Писание говорит, чтобы мы друг друга любили, вот и люби меня. Понимаете же, это такой стих Писания, который нас обязывает любить, во-первых. вы знаете, что есть христиане, которые подсажены на бесконечное общение. Они не могут спокойно остаться в одиночестве. Они не могут найти счастье и удовлетворенности, когда они только с Иисусом. Я и Иисус. Но как только они попадают в христианское общение, из них начинают переть просто. Они живые и счастливые становятся. И знаете, в такой момент ты думаешь, если у тебя нет развлечения, какой духовный человек в любви облинии. Но причина заключается в том, что эти люди просто имеют пристрастие к общению. Они к этому привязаны внутри. И все, что они хотят, это сосать из тебя жизнь. Они понимают, что у тебя есть отношение с Иисусом. Они хотят тоже разделить это с тобой, так как они сами не хотят эту жизнь с Богом цену за это платить. они ходят по разным людям и они бесконечно сосутят что-то. И потом ты посидишь с этими людьми вообще не час или два и все, у тебя просто сил уже нет. Это очень опасная штука. Потому что очень быстро это станет демоническим. Потому что это идолопоклонство. Когда мы начинаем питаться от других людей, мы не питаемся от Бога, мы не находим сами жизнь в отношениях с Иисусом, мы жрем жизнь, которую имеют другие люди с Иисусом. Друзья, нам в целом стоит всем переосмыслить понимание идолопоклонства. Что это такое? И Писание говорит, что вот такие алчность внутренняя независимо по отношению к чему. Это самое настоящее идолопоклонство. Вот это мощное желание, что мне необходимо просто вот этим завладеть. Это иметь в моей жизни. И не вопрос в том, что это конкретно. Это могут быть такие совершенно безобидные вещи, когда нам хочется, чтобы нас любили, когда нам хочется общения. Или какие-нибудь совершенно очевидные нечестивые вещи, вроде порнографии, сексуальных отношений, вне брака, наркотиков, или чего-то еще. Но центральный момент заключается в том, что это вот такое страстное, ненасытное желание что-то иметь, чем-то питаться. И это что-то, что нужно срочно, иначе без этого не прожить. Вы знаете, что, например, это широко распространенная проблема, особенно в церквах, о которых об этом не говорят, люди занимаются мастурбацией, которая есть грех. Очень широкая масса людей. Почему это грех? Потому что это извращение чудесного Божьего дара под названием секс. И это незаконно в Божьих глазах. И это в конечном счете приведет человека к зависимости. И это то, что начнет убивать духовную жизнь человека, как любое другое пристрастие. Все эти желания, они пытаются вторгнуться в сердце и обманывать нас. И если это начинает происходить, мы начинаем терять наши близкие отношения с Иисусом, мы теряем наше желание к Богу. И Иакова 4,4 говорит, разве вы не знаете, что дружба с миром это вражда против Бога? Всякий, кто хочет быть другом миру, показывает себя, дословный перевод с английского, как враг Божий. Видите, это очень важный вопрос. Можно ли быть спасенным, рожденным свыше, крещенным духом, поющим песни, поднимающим руки, врагом Божиим? В соответствии с этим писанием, да, мы можем находиться в таком состоянии. но нам не рекомендуют занимать такую позицию, потому что нам это на пользу не пойдет. 1 Иоанна 2, 16 все, что есть в этом мире, похоть плоти, похоть глаз и гордость жизни, это не от отца, но из мира. И мир этот пройдет, и желания этого мира пройдут, но исполняющий волю Божью, такой человек пребудет вечно. Подумайте об этом. Подумайте об этом. Как, например, какие-то вот такие желания, они заползают в ваше сердце? Заползают через глаза и через уши. Это два основных, скажем так, две основные двери, как лживые идеи и как обольщения различные, они имеют доступ в человеческое сердце, глаза и уши. И скажите, где вы находите самую такую интересную и эффективную комбинацию глаз-уха? фильмы. Фильмы. Комбинация глаз-уха это фильмы. Если вы не понимаете и не согласны с этим в глубине своего сердца, что вся эта индустрия построена это бешеный дьявольский инструмент, чтобы украсть ваши чистые стремления по отношению к Иисусу. Вы не видите тогда этот мир так, как его Бог видит. Это инструмент дьявола, которым он обольщает людей. Которым он меняет их мышление и которым он производит определенные желания в сердцах людей. Вы никогда не задумывались, почему какие-нибудь крутые мульти международные компании готовы заплатить миллионы долларов за то, чтобы их продукт какой-нибудь марка машины, что бы это ни было, 10 или 12 секунд где-то зависли в каком-то крутом фильме. Вы никогда не задумывались, почему они на это готовы? мультипы и многие изучив коротких клипов, они просто имеют дьявольское помазание на себе, они сделаны идеальными, настолько красивейшими и настолько убедительными, что если ты будешь смотреть и на это, это родит желание в твоем сердце. What kind of desires? Так в человеке часто рождаются желания, которых там раньше никогда не было. Если вы не понимаете, разве вы, что, например, вся индустрия рекламы, она существует для того, чтобы сманипулировать вам. Они хотят родить внутри вас желания, которых вы раньше там не имели. И если вы начинаете в это верить, зачем вам вообще смотреть рекламу? Вот вы подумайте. Я десятилетиями не смотрел никакой рекламы и как-то жив до сих пор счастливо. И фильмы тоже я не смотрю. Потому что большинство фильмов учат вас, как оставлять Бога, как дурить людей, как жить нечестивой жизнью. Они вас обучают этому. И христиане идут и смотрят это все. Даже какие-нибудь явно демонические фильмы, наполненные какой-нибудь сексуальной нечистоты. И они разве не понимают, что их душа начинает жаждать все это. Так устроена человеческая плоть. если плоди позволяет сделать эти вещи, если не позволяет сделать это, если ты не дашь мне сейчас это сделать, например, сблудить или еще что-нибудь, ладно, хотя бы давай с тобой вместе посмотрим на людей, которые это делают. Плоть нам так и говорит, она так устроена, раз сами не можем, давай хоть посмотрим. И так человеческая плоть питается и укрепляется, когда она наблюдает за тем, как грешат другие люди. Ваша человеческая плоть, она с радостью хочет увидеть, как люди проклинают друг друга, убивают и издеваются друг над другом. ей хочется это видеть. Знаете, и обычно как это люди называют, я просто расслабился после тяжелого рабочего дня. И сколько раз я сидел и разговаривал с молодыми людьми об этом. Они говорят, ты просто старый, ты не понимаешь, я просто посмотрел безобидный фильм. Это ничего не значит. Друзья, так все же упираются не в то, старый я или молодой, все упираются в то, что нам Писание говорит об определенных вещах. Да, и вы думаете, я такой дурачок, что вы можете мне сказать, конечно, я смотрю на сексуальные сцены, и это ничего во мне не производит. Конечно. Не рассказывайте мне, что вы мастурбируете, и у вас в голове нет никаких картинок при этом. Не рассказывайте мне. Да, я-то знаю, я сам там бывал, я знаю, какие у людей чувства, мысли, и какие у них картинки перед глазами летают. Не рассказывайте. Знаете, величайший вор, который сейчас есть в западном мире, который крадет духовную жизнь людей, это сексуальная нечистота. это величайший вор сейчас. Вы еще здесь не такие продвинутые, честно. Но оно придет сюда тоже. И сейчас здесь этого уже в разы больше, чем 20 лет тому назад. Только вчера мне пришли новости. вы знаете, что это настоящая статистика. Среди 10 самых популярных и посещаемых сайтов в Америке, интернет-сайтов, Google, Moogle и все остальные, там Fox, Fox, да, в общем, среди 10 самых посещаемых. Сделали они исследования новейшие из 10 самых посещаемых. Три порно-сайта. Из 10 три. Они занимают шестое, седьмое и восьмое место из 10 по посещаемости. «Ой, да там все по-другому, что там все по-другому?» Такая же плоть с такими же желаниями здесь. И хоть в Америке, хоть здесь, это одно движение мышкой, один клик. И если человек не живет в духе, если ум не преображается, и если Бог не сделал это чудо, и человек не принял дар ненавидеть зло, и еще до того, как человек начинает думать, он начинает пальчиком шевелить, и все оно. Тут уже как тут. А потом человек сидит и говорит, как я в это вляпался опять. Я знаю, что будучи христианином, я не должен был туда заходить. Но просто плоть перехлестнула. И если мы этих врагов с вами не победим, они начнут уничтожать нашу духовную жизнь. Тогда невозможно наслаждаться Божьим присутствием. Невозможно, извините, жить в такого рода вещах и совместить это с наслаждением Божьим присутствием. Это взаимоисключающие вещи. Или ты это сам в своей жизни поубиваешь, или они убьют твою духовную жизнь. Одну из двух. И потом какое-то время еще можно, скажем так, на плаву продержаться без внутреннего желания. Да. В такой момент люди перестают призывать обличение Святого Духа в свою жизнь, потому что они не хотят видеть реальность. Они все равно ходят в церковь, но спустя какое-то время они начинают такие люди говорить, ну не знаю, что-то я ничего не получаю на церковных собраниях. Мне в мягушей никак не торкают. Я ничего все равно там не получаю, разницы нет, дома я посидел или на служение пришел. И в конце концов такие люди отпадают. Вы когда-нибудь расспрашивали людей, которые оказались абсолютными отступниками? Вы когда-нибудь их расспрашивали? Как это с ними произошло? А я расспрашивал. Я задавал им вопрос. Когда ты сделал осмысленное решение уйти от веры? Когда? Знаете, что они обычно говорят? Я никогда не принимал такого решения. Это просто произошло шаг за шагом каждый день потихоньку. Я потерял желание встречаться с Богом. Я прекратил поститься. Я перестал проводить время с Богом по утрам. Я перестал читать Писание и медленно шаг за шагом маленьким. И никогда практически у этих людей не было осознанного желания. Вот они утром встали и сказали, все, с этих пор я не буду больше жить с Богом. именно поэтому Писание говорит нам об обольщении, об обмане, который производит грех. Грех обманывает. Он ничего, ничего, посмотри вот это, и оно не навредит тебе никак реально. Ты настолько уже крепкий в духе, ты настолько посвященный, один вот такой фильмец ничего не сделает тебе. Или вот это одна книга. Вы знаете, что на христианском рынке есть по-серьезному демонизированные книги, и вы можете прочитать одну такую книгу, хоть вас и предупреждают служители о такой литературе. можно сходить на один семинар и вернуться оттуда другим человеком. Вы знаете? И когда ты уже не можешь вписаться в какое-то нормальное настоящее общение, когда твой духовный вкус и что тебе нравится, он абсолютно извращен, и все. И то, что ты когда-то отвергал, теперь тебе вполне по вкусу, это демонические вещи. И это не какая-то маленькая штучка, ну, просто ладно, я просто посидел на семинаре со лживым учением, лжеучение, рано или поздно. Они начинают вместе двигаться с демонами, они начинают переплетаться с ними. И за последние 30 лет я видел, как люди реально просто падают, они отпадают. Просто один шаг за линию. Знают, не надо, но делают все равно. Знают, не надо, но делают. я видел людей в своей жизни, когда человек, например, с наркотической зависимостью был освобожден, а потом он говорит сам себе, ну, ладно, один последний раз, ничего не будет. Демоны этими людьми завладевают, и они заканчивают в психушке где-нибудь. и больше уже так и не могут вернуться в реальность. Возлюбленные, пожалуйста, храните свое сердце, удостоверьтесь, что то, что вы пускаете в свое сердце, оно чистое, оно от Бога. И все, что вы посеете, вы пожнете. Если будете сеять, в плоть вы от нее будете жать. И это очень серьезное предупреждение. И что мы можем римлянам 8 глава пожать от нашей плоти? От плоти мы можем только тление пожать. Это единственное, что можно пожать от своей плоти. Поэтому храните свое сердце. Пожалуйста, будьте внимательны к тому, какое влияние вы пускаете в свою жизнь и в свое сердце. Пожалуйста, будьте внимательны, проверяйте то, что вы слушаете, то, что вы смотрите, то, что вы читаете. Потому что в наши дни музыка, она на уровне демонизированной, есть просто, она помазана демонами. вы знаете, что есть ведьмы, которые используют музыку для того, чтобы обольщать кучу людей. И когда я вижу, что христианские подростки, например, это их идолы, это их кумиры, мое сердце может сказать только одно, Господи, открой этим людям глаза на то, что происходит. Они хотят быть христианами, но хотят открывать свою жизнь для влияния, которое вдохновлено реальными ведьмами. Бейонсе знаете вы, Знаете Бейонсе? А вы знаете, что она ведьма? Она помазана дьяволом, удивительно. Риана, еще одна. Вы знаете, а при этом девочки, подростки, христиане, они все просто аж визжат отчасти. Я не знаю, какие у вас герои, но пожалуйста, будьте внимательны. у вас есть только один шанс, у вас есть только одна жизнь, и через несколько десятилетий вы обернетесь, а ее уже нет, она к концу подошла. Друзья, пожалуйста, давайте все будем очень внимательны к тому, что мы пускаем в свое сердце, и давайте будем просить у Бога мудрости, и развлечения. Давайте будем с вами трезвиться и отдавать себе отчет, что у меня происходит в башке и что у меня происходит в сфере эмоций. И будем своих врагов побеждать. Аминь. Я уже шесть минут вашего времени лишнее забрал. Пусть Господь благословит вас. спасибо. Спасибо. Продолжение следует...